И еще один вариант мы рассмотрим, это производные из этих действий. То есть движение механика та же самая, но точки приложения и воздействия чуть-чуть другие. Итак, первое действие, то, что мы могли наблюдать, например, в исполнении плюс-олит. Когда мы стоим, кидаем мимо, пугаем противник и наносим кросс. То есть тот же самый джет. Следующий вариант, опять же то, что мы наблюдали в плюсах многих, это джет пальцами в глазах. И сразу кросс. Варианты воздействия пальцев могут быть неамплитудно. Замечу, тычок вперед, чирк от себя, чирк вперед, возле сего. Ну и так же заканчиваем кросс. Если есть возможность на дистанции, мы рассмотрим джет ребром. Либо в висок, либо в челюсть, либо в шею. Но это неамплитудное размашистое движение, как мы ранее смотрели. То есть движение не так, а так. Если есть возможность, мы делаем обратную сторону. Но движение так же, как при джете, идет вперед. Ровно то же самое, мы делаем режущий удар предплечий, как на расслабленном принятии защиты. Если дистанция меньше, то есть предплечье в углу джет, кросс, либо джет, кросс. Если противник перекрыт, так же самым либо ребром, либо предплечий, мы кидаем джет, взбиваем защиту. И в ходе, независимо снаружи. Либо вскрываем его изнутри. То есть здесь воздействие идет именно как режущие вперед. Если мы стоим, противник резко соглашает дистанцию, то есть мы делаем стопинг, очень на близкие дистанции, перплевляем, выстрелим на предплечье. Но это тот же джет. Если дистанция позволяет, ноги обровнули то же самое, уже издалека, на соглашении дистанции. И заканчиваем кросс. Это некоторые из вариантов. Вы можете сами вспомнить или придумать какой-то свой. Главное четко понимать механику действий и зачем вы это делаете. Делайте двойку ради двойки. Четко должны понимать. Допустим, первым мы либо испугали, либо остановили противника, вторым закончили. Либо, как мы уже ослали, в силовом варианте, первым же действием мы потрясли противника. И вторым действием закончили воздействие на него. Пробуйте, ищите.